Локи Далее бог хитрости появляется в одной из серий мультсериала Человек-паук и его удивительные друзья, шедшего с 1981 по 1983 год. В 2009 году Локи появляется в мультфильме «Халк против Тора». Я ждал этого целую вечность, чтобы уничтожить тебя голыми руками, почувствовать, как твоя жизнь исчезает с каждым моим ударом. В этом же году бога обмана можно увидеть в пародийном мультсериале «Отряд супергероев», шедшего с 2009 по 2011 год. В 2010 году Локи появляется в мультсериале «Мстители», величайший герой Земли, как один из суперзлодеев. В полнометражном фильме «Тор» 2011 года режиссера Кеннета Бранне роль Локи исполнил актер Том Хиддлстон. Локи является главным злодеем. Он хотел уничтожить Йотенхейм и править Асгардом, но был побежден и падает в пространственную дыру, следом за разрушенным радужным мостом. Так как какой от нее сейчас прок, а? Что ты делаешь? Разрушив мост, ты больше никогда ее не увидишь! У меня бы все получилось, отец! Ради тебя! Ради нас всех! Локи, нет! Нет! В этом же году Локи можно увидеть в полнометражном мультфильме «Тор. Сказание Асгарда». Этот мультфильм по содержанию является приколом ко всей дальнейшей эпопее о Торе-герое Асгарда. Здесь Локи и Тор еще дети, и отношения между ними вполне дружеские. Они помогают друг другу во время путешествия за мечом Суртура. Теперь попробуй управлять этим. В полнометражном фильме «Мстители» 2012 года Локи вновь является главным злодеем. Он использовал Тессерак, чтобы призвать на Землю инопланетную армию Читаури и с ее помощью завоевать мир. В конце был побежден Халком и телепортировался с Тором в Асгард для заточения. Здесь его также сыграл Том Хиддлстон. Не стоит усложнять ситуацию. Конечно стоит. Для чего же я добирался сюда? Я не потерплю, чтобы меня... Мелковат. Мелковат. В этом же году бог хитрости появляется в мультсериале «Великий, он же Совершенный Человек-паук», как враг Тора и Человека-паука, шедшего с 2012 по 2017 год. Ак, выпусти меня или я... Легко было направить твое высокомерие против тебя же. Ну и как тебе хот-дог? Человек-паук. Вкусно? Ты что-то сделал с хот-догом? Ты что, плюнул туда? Была мысль. Но даже я не настолько жесток. Нет, хот-дог просто заколдон. В 2013 году Локи появляется в мультсериале «Команда Мстителей», он же «Мстители. Общий сбор», как один из суперзлодеев. Дум управляет этим оружием с помощью... Как там у вас? Дистанционного пульта. Он может быть где угодно. К счастью, мне хватило опыта, и я отследил по энергии местонахождения Дума. В этом же году в прокат выходит фильм «Тор 2. Царство тьмы», где Том Хиддлсон снова играл бога обмана. В фильме Локи был пленником в тюрьме Асгарда. Там он находился из-за событий, произошедших в Нью-Йорке в фильме «Мстители». Но после стечения некоторых обстоятельств был освобожден его сводным братом Тором. После побега, который устроил Тор для Локи, последний присоединился к богу грома и стал помогать ему. В фильме было показано, что Локи погиб. Однако в конце стало ясно, что он выжил и зашел на трон Асгарда под видом Одина. Вот незадача. Умерла? Джейн! Все в порядке. Увидимся в преисподней. Я сделал это для тебя. Нееет! Также в 2013 году Локи появился в мультсериале «Лего. Супергерои Марвел». Максимальная перезагрузка. Далее бог хитрости появляется в мультсериале «Халк и агенты Смэш», шедшего с 2013 по 2015 год. Ты герой! Все потому, что послушался меня. Я же бог обмана, понимаешь? Трикстер. Посмеяться хотел. Глупый бог. Вот теперь смешно. В 2015 году у Локи можно заметить в мультсериале «Мстители. Дисковые войны». В этом же году бог обмана появился в мультфильме приключения супергероев «Морозный бой». Бессмертные насекомые, ваше время закончилось. Далее Локи появляется в мультсериале «Стражи Галактики» 2015 года. «А вот кто ты такой? Тот мужик со статуей». «Да, хотя я предпочитаю Локи, принц азарства и законный наследник трона Асгарда, а не мужик». В 2017 году Том Хиддлстон вернулся к роли Локи в полнометражном фильме «Тор. Рагнарёк». Том Хиддлстон повторил роль Локи в полнометражном фильме «Мстители. Война бесконечности», премьера которого состоялась в 2018 году. По сюжету Локи отдает тессерак Таносу, чтобы спасти Тора. Он пытается напасть на Титан, но тот удушает его насмерть, со словами «на сей раз не воскреснет». А значит Локи погиб безвозвратно. «Не стоило разбрасываться словами». «Все равно тебе не быть бахом». В 2019 году выходит в прокат фильм «Мстители. Финал», в котором Локи появляется во время путешествий Мстителей во времени. Вначале он появляется в битве за Нью-Йорк. Тони Старк из настоящего пытается украсть тессерак, но его вырубает Халк из прошлого и Куб попадает к Локи, который телепортируется в неизвестном направлении. Также Локи появляется в Асгарде 2013 года, когда Тор и Ракета пытаются забрать эфир.